Здравствуйте, и добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копленд. Иисус из Назарета. Господь, во славу Бога Отца. Аллилуйя. Сегодняшняя передача снова транслируется из церкви Eagle Mountain, расположенной на территории миссии Кеннета Копленда, в Форт-Уорте, штат Техас. И мы благословлены тем, что вы с нами. И мы хотим благословить вас тем, что мы здесь, хвала Господу. И сегодня здесь собрались члены церкви Eagle Mountain, а также люди из близлежащих городов. Сегодня здесь есть много наших партнеров, так что поаплодируйте им. Пусть они знают, что вы рады тому, что они с нами на сегодняшней передаче. Аминь. Аллилуйя. Отец, мы благодарим и прославляем Тебя за сегодняшнюю передачу. И мы принимаем откровения с небес. Мы превозносим имя Иисуса и воздаем Тебе хвалу и честь. Во имя Иисуса. Аминь. Мы говорим о власти верующего. О данной, заложенной, переданной Богом власти, которую Бог дал телу Христову, и каждому человеку в теле Христовом. мы говорили о сотворении человека и о том факте, что когда Бог сотворил человека, Он сотворил его именно таким, каким и хотел его видеть. Это было совершенной волей Божьей. А как только Бог приводит в действие Свою волю, приводит в действие Своё Слово, Он уже никогда не меняется. Неважно, насколько всё может отклониться в сторону, Он не меняется. Это Его воля, это то, что Он хочет, и это то, что Он получит. И так Иисус пришёл, чтобы искупить человека. Не только для того, чтобы вернуть его на правильный путь, или не просто, чтобы простить его грехи, но в действительности, для того, чтобы дать ему божественное возрождение, благодаря которому поставить его фактически на более высокий уровень духовной власти по сравнению с тем, на котором стоял Адам, когда Бог его сотворил. Это удивительная, удивительная истина, которую вы узнаёте и осознаёте, когда разбираете Новый Завет. Хочу ещё раз вам напомнить, что когда вы читаете книгу Бытия, особенно первую главу, Бог очень-очень точно определяет самого Себя то, как Он что делает, как Он мыслит, то, как Он действует и как Он творит. И это начинается со слов «И сказал Бог, да будет свет», и увидел Бог свет. И так Бог не сказал, «Мы сделаем свет», и затем сотворил Его. Его слова всё это и творили. Он говорил, и этим самым сразу же творил. Итак, восьмой раз фраза «И сказал Бог» повторяется в 26 стихе. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». Если вы изучите первые три главы книги Бытия, то увидите, что Бог сотворил тело человека из праха. Он сделал его из праха земного, то есть из земли. И затем Он приготовил это тело к жизни. И Библия говорит, что Он вдунул в лицо человека дыхание жизни. И когда Он это сделал, человек стал душою живою. И когда мы читаем в первой главе Бытия слова, «Сотворим человека по образу нашему, и пусть он владычествует или господствует», и так далее, и тому подобное, то Бог не сказал, «Мы сейчас это сделаем, и затем это сделал». Он не изменил свое метод творения, когда пришло время появления жизни человека. Творение было в словах. В словах. Это-то и является самой восхитительной частью всего этого. И сегодня мы продолжим читать об этом в Новом Завете. Когда Бог творил все естественные материальные вещи, когда Он творил животных, внутри Него был образ этого творения, и Он высвободил Свою творческую силу так, что то, что Он сказал, в точности соответствовало тому образу, который был внутри Него. Понимаете, чем я говорю? Например, если я говорю «собака», то вы не видите буквы «с-о-б-а-ка-а». Вы видите животное. Если у вас есть собака, то, возможно, именно ее вы себе и представляете. Ваше воображение увидело эту собаку. А если бы я сказал «большая собака», то картинка начала бы меняться. Мы думаем картинками. Мы говорим этими картинками. Посредством слов мы можем переносить картинки и образы изнутри себя в кого-то другого. А когда вы наполняете эти слова верой, вера же есть осуществление ожидаемого или желаемого и уверенность в невидимом. Именно так Бог это и сделал. С помощью творческой силы веры. Когда образ внутри Него наполнился верой, Он это сказал, и это обрело материальное очертание, так что это можно было увидеть. Но внутри Него уже был образ этого. Библия говорит, что Он сотворил мир не только верой, но также мудростью и разумом или пониманием. Аминь. Итак, когда Он творил Адама, говоря слова владычества и производя на свет человека, Его образом был сам Бог. Разве это не восхитительная мысль? Теперь подумайте о том, как в Новом Завете, в 8 главе послания к римлянам, Слово Божие говорит, что мы предопределены Богом быть подобными образу Его возлюбленного Сына. Слава Богу! Вот оно снова. Он по-прежнему является Его образом. А сказанные им слова воспроизвели Его внутри этого физического тела. Поэтому все, что было в Боге, теперь есть Нем. Та же власть, та же творческая сила. все то же самое. Аминь. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога, и без Него ничто не было сотворено, что было сотворено. Без кого без Него? Без Бога. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Итак, это Он. Это Он. Бог. Слово Божье. Итак, Он сотворил человека по Своему Божьему образу. По образу Слова Божьего. Аллилуйя. Скажу вам, что я бы с удовольствием посвятил этому вопросу всю оставшуюся передачу, потому что я это обожаю. Я мог бы всю неделю проповедовать по первым 18 стихам первой главы Евангелия от Иоанна. Слава Богу! Аминь. А когда Адам совершил измену, то слава Божья. Библия говорит, что Бог сотворил, а затем увенчал его славой и честью. Бог почтил его властью. Он почтил. Он увенчал его. Дал ему власть над всеми делами рук своих. Он получил царствующую власть. Бог короновал его. Но когда человек преклонил колени перед падшим существом из класса ангелов и подчинился ему, то он снял с себя свою корону и одел ее на этого падшего ангела, то есть дьявола, и затем поклонился ему, отдав ему свою власть. У него было законное право это сделать, но не было морального права это сделать. Это был аморальный акт. Но Бог почтил это, потому что он почтил человека и дал ему власть. А человек использовал свою власть, чтобы изменить Божью власть. И тогда Адам родился заново. От жизни к смерти. И в него вошла сама природа сатаны, то есть духовная смерть. Это сбросило его с того уровня, на котором он находился, стоя немного ниже элохима, то есть творца всех материальных вещей, на уровень ниже уровня падшего ангельского духа. Это очень крутое падение. И тогда сатана стал незаконным отчимом человечества и богом этого мира. Мы читаем в послании апостола Павла к церкви в Каринфе о том, что сатана стал богом этого мира. Адам был господином этого мира, стоящим под Богом, и будучи владыкой над всем его творением. Помните, мы читали в 8-м псалме о том, что Бог поставил его владыкой над всеми делами рук своих. А затем на прошлой неделе в послании к евреям мы прочитали о том, что даже небесные сосуды поклонения должны были быть очищены Иисусом по его воскресению. Слава Богу! Итак, из этого мы видим, что власть Адама простиралась до небес, не распространяясь на престол Божий. Поэтому все, что находилось ниже престола Божьего, включая небесные сосуды поклонения, должно было быть очищено кровью Иисуса. И слава Богу, что оно было очищено. Аминь. И остается очищенным. Итак, Иисусу нужно было прийти и сдать экзамен, который провалил Адам. Иисус дал этот экзамен на трех различных уровнях. Адам так и не прошел даже первый уровень. Но Иисус прошел, слава Богу. Бог не мог вернуться к праху земному и сделать еще одно физическое тело, а затем наполнить его самим собой, потому что земля теперь была проклятой. И кроме того, она ему уже больше не принадлежала. Он владел ею, потому что Он ее сотворил. Но она была отдана в аренду кое-кому другому. Теперь кто-то другой арендует ее, понимаете? Но у меня есть для вас новость. Срок его аренды уже истек. И земля снова вернулась в руки своего владельца. И теперь мы войдем и очистим этот дом. Аминь. Аллилуйя. Но если бы Бог взял и сделал из того проклятого праха земли еще одно тело, а затем вложил в него самого себя, то когда праведная жизнь Бога соприкоснулась бы с тем проклятым прахом, тогда бы это тело из праха земного тут же сгорело. Оно бы сгорело дотла. Но Иисус сдал тот экзамен. Жертва была принесена. Он стал послушен до смерти. Он сделался грехом нашим грехом. И затем пришло новое творение. Пусть это живет в вашем мышлении. Подумайте об этом. Знаете, мы говорим о новом рождении, о новом творении, и обо всем, что есть в Новом Завете. Но позвольте немного этому самому говорить вам. Новое творение. Адам был старым творением. И вот Иисус воскрес из мертвых. И Библия говорит, что кто во Христе, тот новое творение. Сотворенное во Христе Иисусе. Новое творение. Позвольте этому ухватиться за вас. Библия называет Иисуса последним Адамом. То есть больше Адамов не будет. Нам не нужен другой Адам. Последний Адам. И теперь мы говорим о новом творении. Давайте обратимся к посланию к Ефесянам. И прочитаем на этот счет несколько мест Писания. Послание к Ефесянам, 3 глава, 15 стих. Я часто это цитирую, но я хочу, чтобы вы сами увидели это в Библии. Послание к Ефесянам, 3 глава. Прочитайте 14 стих. «Для сего преклоняя колено моей пред Отцом Господа нашего Иисуса, помазанного, от которого... от которого имеется в виду от Иисуса. от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Вы это понимаете? Здесь можно восклицать. От Иисуса, помазанного, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. «Вся семья». Пока у нас открыто послание к Ефесянам, давайте вернемся к 1 главе, 16 стих. Фактически, читая послание к Ефесянам, читайте его так, как будто здесь нет никакой нумерации. Читайте его как один сплошной текст. Не забывайте, что это послание. И все эти цифры были расставлены здесь для удобства изучения, поиска и тому подобного. Но это послание. Оно не было написано главами и стихами. И в начале своего послания Павел сказал, «Благословен Бог», это третий стих, «и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе в помазанном и его помазании всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив, когда? Еще до оснований мира». Меня всегда поражает, как люди могут взять слово, вроде слова «предопределив» и построить на нем целую динаминацию. И около 98% из них это просто толпа крикунов. Ведь сказав здесь «предопределив», кто-то сказал, «Ну, знаете, некоторые из вас этого не понимают потому, что вы вообще не были предопределены это понимать». Бог предопределил, что будет столько-то спасенных, и только они вообще и спасутся. Все остальные пойдут в ад, что бы они ни делали. Но Павел и близко здесь об этом не говорил. Он говорил о том, что Бог сделал еще до основания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса, помазанного, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в Котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. Теперь давайте перейдем к 16 стиху. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса, помазанного, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил... Вам нужно каждый день молиться так за себя и свою семью. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». И послушайте дальше. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». Послушайте, что Павел сказал. «Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам откровение, чтобы Он дал откровение вашему духу, открыл глаза вашего понимания, чтобы вы познали величие Его власти». Сейчас я немного изменю порядок слов-предложения, чтобы вы смогли лучше понять смысл того, о чем здесь говорится. «И как безмерно величие Его могущества, Его власти, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». «И что это значит для нас, верующих?» «Что это значит для нас с вами две тысячи и три года спустя?» «Что сделанное им две тысячи лет назад значит для меня?» «Посмотрите, здесь говорится о безмерном величии Его власти, о могуществе Его власти, которой Он воскресил Иисус из мертвых. Однажды Господь меня спросил, «Что, по-твоему, из всего, что ты читал и изучал в Библии, было величайшим проявлением моей силы?» И я сразу же сказал, «Сотворение неба и земли». «О, нет», — ответил он, «это было легко. Хотя мне это не казалось таким уж легким». Он сказал, «Когда я их творил, мне никто не мешал. Никто мне не противостоял. Я просто взял и сделал это». Но вот спустя много лет, когда мне противостоял весь ад, все проклятие, «Все неверие Моего народа, это-то и было величайшим проявлением Моей власти и силы, когда нам с Иисусом в преисподней противостоял весь ад». Видите, что здесь сказано? «Величие, как безмерное величие, безмерно величие силы Его, которую Он воздействовал во Христе Иисусе, воскресив Его из мертвых, халлилуйя». Но это еще не все. «И посадив...» Понимаете, куда это дальше идет? «И посадив, одеснуя Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главой церкви, которая стела Его полнота». То есть Он встал и противостал им всем. И теперь Он стал новым творением. Аллилуйя. «Превыше всякого начальства и власти. И Бог все покорил под ноги Его». Слава Богу. И в эти последние минуты я хочу вам напомнить одно местописание из послания к евреям. Здесь сказано, что Бог все покорил под ноги Его. Я хочу, чтобы вы увидели, что тогда произошло. Мы были воскрешены с Ним и посажены с Ним на небесах. Но здесь сказано, что Иисус воссел одесную величие на высоте, ожидая, доколе Его враги будут положены в подножие Его ног. Как Он мог бы этого ожидать? Не дай Он ту же самую власть своему телу. Ведь именно частью тела и являются Его ноги. Если враги должны стать подножием, там не сказано «подушка для Его головы». Там сказано «подножием». А мы являемся телом, частью которого и являются Его ноги. Он воссел, ожидая, когда Его враги станут Его подножием. И вчера мы начали говорить о новом творении. Адам был старым творением. Старым. А Иисус является Господом нового творения. Нового творения. Бог сотворил человека по своему образу. Бог Сам являлся образом того, что Он сотворил. Когда Он дал человеку власть, дал ему владычество над всем, что летает, над всем, что ходит, над всем, что ползает, над всем, что присмыкается и над всем, что плавает. Над всем, но только не над другими людьми. Он не давал никакому человеку владычества над другими людьми. Это то, что придумал дьявол со своей компанией. Аминь. Но вот человек совершил грех. Он совершил государственную измену и отдал свою корону Сатане. Сатана стал незаконным отчимом человечества или Богом этого проклятого мира. Но пришел Иисус. Заметьте, как действует Бог. Он творит и передает власть. Это Его путь. Это то, как и что делает Он. И Он никогда не изменялся. И понадобилось новое творение для того, чтобы Его воля была исполнена. Поэтому новое творение никак не могло иметь власть меньшую той, которую имела старая. Никогда. Для того, чтобы Ему быть таким, каким Его планировал видеть Бог, оно должно было быть с творением, имеющим власть над всем, что летает, над всем, что плавает, над всем, что ползает, над всем, что присмыкается по земле. Над всей землей и над всеми делами рук Божьих. Аминь. Поэтому давайте снова вернемся к посланию к Ефесянам и поговорим о том, что касается нового творения. Давайте откроем первую главу и прочитаем последние несколько стихов этой величайшей молитвы. С 16 по 23 стихи. 19 стих. Нет, 18 стих. «И просветил», Павел сказал, «Я молюсь, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал в помазанном, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах превыше всякого начальства». Я хочу, чтобы вы как-то отметили эти слова. «Начальство и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главой церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Давайте продолжим читать об этом уже во второй главе. Давайте будем читать дальше. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя». «Князь» «Это начальство». Понимаете? Видите связь между этими двумя словами? «Превыше всякого начальства» «По воле князя, господствующего в воздухе». «Хорошо». «Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которое возлюбил нас». Внимательно в это вслушайтесь. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил или сделал нас живыми с помазанным посредством его помазания. Благодатью вы спасены и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Итак, вот передача его власти. И вот, что я хотел, чтобы вы здесь увидели. Когда вы родились свыше, когда вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни, вы получили не просто религиозный титул. Когда вы пригласили Иисуса в свое сердце, когда вы приняли Его своим Господом, когда вы предстали перед самим престолом благодати, приняв соответствующее решение, тогда Дух Святой сошел на ваше тело так же, как Он сошел тогда на тело Марии. Библия говорит, что мы рождены не от тленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Понимаете? Итак, Иисус родился от Марии. Бог уже не мог взять прах земной и сделать из него еще одно тело. Поэтому Он пришел к этой юной девушке и дал ей свое слово. Она приняла его, и слово стало плотью и обитало с нами. Была произведена та же самая духовная работа. Дух Святой сошел на ее тело, и это святое зачалось в ее чреве. Дух Святой сошел на ваше тело, и ваше духовное естество возродилось по подобию Иисуса. Вы получили все, что есть у Него. Вы получили Его Дух, получили Его веру, получили Его надежду, получили Его жизнь, получили все плоды Духа. Все это родилось в вас. И в духовном мире не бывает духовных пороков. В духовном мире не бывает врожденных пороков, потому что вы родились не от тленного семени, но от слова живого Бога. Итак, что мы должны здесь понять? Осознать свою ответственность и ухватиться за это с тем, чтобы начать так думать, так говорить и так действовать. Именно так и никак иначе. была высвобождена сила, воскресившая Иисуса из мертвых и победившая всех бесов ада. То же самое произошло и в вашем духе, когда вы сделали Иисуса Господом в своей жизни. В точности то же самое. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Он воскресил вместе с Ним и посадил вместе с Ним». Понимаете, посадил, но весь никто не сидит в присутствии Бога. Ангелы не могут войти, сесть и разговаривать с Богом. Именно поэтому тот ангел и спрашивал, «Что есть человек, что ты посещаешь его? Что это вообще такое? Ангелы летают там кругами, говоря, «Святый, святый, святый». Они не могут войти в тот трон и зал, пока их туда не пригласят. И их могут вообще никогда туда не пригласить. Он Бог всемогущий, Бог Всевышний. Да. Но мы сидим. Иисус сказал побеждающим, «Дам сесть со мной на престоле моем, как и я сел с отцом моим на престоле его». Ангелы даже боятся туда войти. Вас может разорвать на части, если вы войдете туда без приглашения. Этого просто нельзя делать. Но мы, тем не менее, заходим туда. И садимся. Видите, какая это власть? Позвольте произойти этому внутри вас. Поэтому апостол Павел и сказал, «В вас должны быть те же чувствования или то же мышление, что и во Христе Иисусе, который не почитал хищением быть равным Богу». И не надо думать, что мы обворовываем Бога, когда называемся сонаследником и со Христом Иисусом. Некоторые люди так раздражались, так на меня из-за этого злились, что дай им волю, они бы меня побили. Они говорили, «Ты, Копланд, просто стягиваешь Бога на свой уровень». Но я этого не делал. Он спустился на него по собственной воле. Именно это меня как раз и радует. «Ты просто превозносишься, чтобы быть равным Богу». Этого я тоже не делал. Это Он воскресил нас и посадил с собой на небесах. Перестаньте ворчать по этому поводу и сядьте. Ухватитесь за это. Это называется верой в то, что Он сказал. Аллилуйя, это здорово. Я еще даже не подошел к тому, к чему шел. Шестой стих. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Смотрите. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам в помазанном Иисусе». Ибо благодать Его спасены через веру и сие не от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение. Давайте же. Давайте. Представьте, что это послание написано Адаму, который, скажем, не согрешил. Или что это Адам пишет вам послание, в котором говорит. Ибо мы Его творение. Вы бы смогли это понять? Вы бы смогли понять Адама, пишущего кому-то такие слова? Посмотрите на это. То есть вы можете мне сказать, в чем здесь разница? Он не просто сделал ваше тело из земли. Благодарение Богу за маму Аллилуйя. За маму и пупки. У Адама не было пупка, будь он благословен. Он единственный человек, у которого не было пупка. Это что-то. Посмотрите на это. «Ибо мы Его творение созданы в помазанном и Его помазании». Вас родило именно помазание, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Проведите здесь временную черту. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, 12 стих, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники, или были без Бога в мире. А теперь, скажите, теперь, теперь во Христе Иисусе вы бывшие некогда далеко стали близки крови Христовой. Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Да, скажу вам. И в оставшееся у нас время я хочу, чтобы мы пошли дальше и посмотрели шестую главу. Боже мой, мы не можем оставить послание к эфесянам, не обратившись к шестой главе. Помните, я говорил вам обратить внимание на начальство, на власти, на князя? Помните? Хорошо. Посмотрите шестую главу. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом», это 10 стих, «и могуществом сила его облекитесь во все оружие Божье». После того, как Адам согрешил, он не мог, он не имел никакого права облечься во все оружие Божье. И в книге Исаия, где описано служение Иисуса, вы прочитаете о том, что он облекся в оружие Божье, в броню праведности, надел шлем спасения. Это оружие Божье. Это не оружие согрешившего человека. Это оружие Божье. Это даже не оружие, которое Бог сделал для человека. Это оружие Божье. Наконец, братья мои, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. И здесь не говорится о том, чтобы молиться и просить Бога убрать от вас дьявола. Апостол Павел попробовал так сделать, но это не сработало. Он сказал, дано мне жало в плоть. Он не сказал, Бог дал мне жало в плоть. Если в вашей Библии написано, что Бог дал ему жало, тогда больше не читайте этот перевод Библии. Выбросьте его. Я не позволю, чтобы кто-то навязывал мне свою религию через мою Библию. Там дано мне жало в плоть ангел сатаны. Если вы посмотрите значение слова ангел, то оно означает ангельское существо, стоящее не на уровне ангелов Божьих, а падший ангельский дух. И Павел сказал, «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, чтобы он удалил от меня дьявола». А Бог ответил, «Нет, моей благодати достаточно». Кто-то может сказать, «Вот видите, Бог не хотел его освободить, но ведь он не сказал, «Моей благодати недостаточно». Перестаньте. Он говорит Павлу о власти. Павел как раз и является тем, кому Бог открыл, что такое власть верующего. И с его стороны приходить и просить, «Убери, пожалуйста, от меня дьявола». Бог ему говорит, «Я дал тебе ружье, я его зарядил, теперь стреляй в этого беса». Я не собираюсь каждый раз спускаться вниз и постоянно прогонять от тебя дьявола. Можете взять и прочитать это, и проверить, так ли там сказано, хвала Господу. А вот это вообще что-то потрясающее. Облекитесь во всеоружие Божье, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, помните, превыше всякого начальства, всякой власти, всякой силы и господства. помните, мы читали об этом в первой главе послания к эфесянам, так что это должно быть основано на сказанном им в первой главе. Теперь приготовьтесь, сейчас мы прочитаем о расстановке сил в царстве сатаны, перечисленных в порядке возрастания. Именно эти силы против вас и выступают. именно они и чинят все беды, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Именно ими они и являются, правителями тьмы этого мира. это высший правящий класс злых духов здесь, на земле. Хотя есть еще один более высокий уровень. Это духи злобы поднебесные. Конечно, они не на тех небесах, где находится Бог. Там не живут никакие бесы. прочитайте Новый Завет, и вы увидите, что Библия называет три уровня небес. Первый – это верхняя сфера. Это небесная атмосфера вокруг земли. Атмосферная оболочка вокруг этой земли. в день Пятидесятницы Дух Святой вошел в эту атмосферную оболочку и наполнил ее собой. И в его планы никогда не входило, чтобы мы позволяли дьяволу подниматься выше ступней наших ног. Затем есть космос, который называется вторым небом. А есть еще третье небо. именно там и живет Бог. И это место планета небеса. О, брат Копланд, вы хотите сказать, что это планета? Да, она круглая. Она должна быть такой. Там есть север и юг, и восток и запад. Это компас. Там есть северные ворота, есть восточные ворота. Правда? Но они не пользуются только двумя направлениями. Если есть север, есть и юг, потому что вы же ведь должны быть в состоянии развернуться на 180 градусов, не так ли? Никто не ходит постоянно в одном направлении. Каждый раз, разворачиваясь на 180 градусов, вы начинаете идти в противоположном направлении. поэтому наивысшей территории обитания этих духов злобы является первое небо. Это атмосферная оболочка. Они не могут и не должны выходить за эти границы на землю. Именно там они находятся и будут находиться. Они не летают там в открытом космосе. И уж конечно, они не находятся в тронном зале Божьем ранее его. Уже нет. Кровь Иисуса очистила все это. Понимаете? Давайте прочитаем здесь еще несколько стихов. Примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припаяцавши чресло ваше истинное и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы, все стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, меч духовный, который и Слово Божье. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. Слава Богу. Итак, это оружие не является небесным оружием. Я не знаю, с чего люди взяли. Иногда мне кажется, что люди просто ходят в церковь, но так никогда-никогда и не вдумываются в то, что они там слышат. Зачем вам на небесах нужно оружие Божье? вас даже на порог туда с ним не пустят. Вы поцарапаете там улицы, ходя во всем этом оружии в боевой готовности. Да, когда я попаду на небо, я получу власть над дьяволом, но его там не будет. У вас есть власть над ним сейчас. Аминь. заявите ему прямо в лицо. О, брат Копланд, я бы не стал этого делать. Разве вы не знаете, что дьявол может вас услышать? Он не только может меня услышать, он должен меня услышать. Да. Эти слова брата Хейгена до сих пор приводят меня в восторг, как и 36 лет назад, когда я впервые их услышал. Он сказал, я для него это и сказал. Я хочу, чтобы он знал, что я знаю, что имею над ним власть. Я хочу, чтобы он знал, что я знаю кровь Иисуса. Я хочу, чтобы он знал, что я полностью облачен во все оружие Божье. Я для него это и сказал. Аллилуйя. Однажды я видел карикатуру, на которой у лежащего в постели больного спрашивают, а ты взял власть над дьяволом? На что он отвечает, я не в том состоянии, чтобы против себя кого-то настраивать. Именно такое религиозное отношение и является причиной того, что так много верующих лежит в больницах. Аминь. Вместо того, чтобы взять власть над автором немощи и болезни и заявить на него. Аминь. С этого мы завтра и начнем. Слово Божье богато. Оно живо и оно сильно. Отец, мы благодарим тебя за сегодняшнюю передачу. Во имя Иисуса. Аминь. В заключении прошлой передачи мы говорили о новом творении. Мы его творение, созданное во Христе Иисусе. И Бог никогда не менял того, как и что он делает. Он никогда не передумывал. Библия говорит, что он знал нас еще до основания мира. Она говорит, что он призвал нас еще до основания мира. Она говорит, что еще до основания мира он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Аминь. Тогда еще не было земли, поэтому в то время это были небеса. А затем сказано, что все дела его были совершены еще до основания мира. Иисус был предназначен еще до основания мира. И Агнец был заклан еще до основания мира. И Бог, который не может солгать, пообещал вечную жизнь еще до основания мира. И затем он начал это осуществлять. И он сотворил человека по своему образу. Его образ является тем подобием, которое было воспроизведено. Его власть, его пути, его помазание, его жизнь, его господство и владычество были вложены в человека. Когда Бог своими словами сделал его душой живую. А новое творение никак не могло в чем-либо ему уступать. То есть Иисус не стоит во главе в чем-то уступающего творения Божьего. Нет, нет, такого никогда не будет. Итак, давайте вернемся к посланию к Ефесянам и еще раз прочитаю вторую главу. Ефесянам 2.1 «И он оживотворил вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя или начальства». Давайте вернемся в первую главу и обратим внимание на сказанное в 21 стихе. «Силы, которой он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, превыше всякого». Видите? Слово «всякого». Всякого начальства, всякой власти, всякой силы, всякого господства и всякого имени, именуем не только в всем веке, но и в будущем. Не только в этом мире, но и в том мире, который грядет. Буквально сразу же после своего воскресения из мертвых Иисус в Евангелии от Моффея сказал «Дана мне всякая власть». Вот это греческое слово, переведенное здесь как «власть», не означает чудотворную или взрывную силу. Оно означает именно власть. Он сказал «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Не только на небе, но на небе и на земле. И поставил его выше всего главою церкви, «Которая есть его полнота, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, воскресил с ним и посадил с ним на небесах». Десятый стих. «Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе». Слава Богу. Это новое творение, новое рождение, возрождение человеческого духа, которое ничуть не хуже, а в действительности находится на более высоком духовном уровне по сравнению с тем уровнем, на котором находился Адам, когда он был сотворен. Позвольте еще кое-что сказать об Иисусе. У меня сейчас нет времени говорить об этом подробно, но это очень сильная тема. Адам не был бессмертным человеком. Слово «бессмертный» происходит от слова «смерть». Бессмертный это неподверженный смерти. Смертный означает подверженный смерти. Иисус бессмертный. Он пришел в этот мир смертным человеком. В противном случае Он бы не смог умереть на кресте, понимаете? Даже хотя Он и являлся всецело Богом и всецело человеком, Он стал грехом за нас. И Он умер на том кресте. Он принял смертность. Он как жертва принял смерть. Стал послушным до смерти. Но после того, как Он воскрес и был прославлен, Его тело больше уже не подвержено смерти. Он сказал, осяжите Меня, ибо Дух, это было после того, как Он воскрес из мертвых, Он сказал, осяжите Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. У Него уже не было крови. Он не сказал плоти и крови, а плоти и костей. Его кровь была пролита, Его кровь на небесах, Его кровью окроплена небесная крышка ковчега. Его кровь там, где находится оригинал Нового Завета. Что же теперь течет в Его венах? Слава Божья. Слава Божья. А что получает Он? То получаем и мы. Он наш Господь, Он наш Спаситель. Мы сонаследники с Ним. Нас ожидает новое тело. Аллилуйя. Прославленное, воскресшее, бессмертное тело. Адам был сотворен вечным человеком. Он жил бы вечно, если бы не согрешил. А его естественное физическое тело могло бы продолжать воспроизводить все свои клетки. Ведь если бы в нем не было греха, ничто бы его не убивало. Но когда его дух умер, тогда его тело стало смертным. Итак, когда вы родились выше, ваш дух возродился, прямо здесь. Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Когда вы родились выше, я хочу вам кое-что сказать. Вы понимаете, что вы уже пережили все смерти, которые вы когда-либо могли пережить. Смерть, где твое жало? Аллилуйя. Смерть поглощена жизнью. Хотя, конечно же, у вас пока еще нет вашего прославленного тела. Аминь. Вы получите его в момент восхищения, в момент ухода церкви, в момент воскресения. Но ваш дух является залогом, так сказать, задатком за тот день. Аллилуйя. И когда вы будете готовы оставить это физическое тело и устремиться к славе, то есть, если вы уйдете отсюда до того, как за нами придет Иисус, то в этом не будет ничего особенного. Это все равно, что снять свое пальто и бросить его на пол. Ведь избавляясь от этого тела, вы не опускаетесь на более низкую ступеньку. Боже мой, подумайте об этом. Только подумайте об этом противном физическом теле. Вам постоянно приходится его купать и мыть. Оно просто не может оставаться чистым. Это все равно, что пытаться вымыть свинью. Она опять испачкается. Я имею ввиду, что если вы куда-то собираетесь и вам нужно попасть на другой конец города, то вам приходится сажать его в коробку и отправлять его туда. Оно настолько неэффективно. Но наше время уже приходит. Слава Богу, мы отправляемся к звездам, аллилуйя, и нам вовсе не придется использовать для этого какой-то дряхлый космический корабль. Нет. Божья колесница быстра, как молния. Она мчится со скоростью света. это 300 тысяч километров в секунду. Как я хочу на ней полетать. Теперь давайте вернемся к шестой главе послания к эфесянам, где Павел говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божье, Вы созданы во Христе Иисусе. Ваш Дух умер, был распят вместе с Ним, но тем не менее, уже не Вы живете, а Христос в Вас, в Ваше упование или Ваша надежда славы. Само подобие Бога внутри Вас. Но религиозное промывание мозгов сдерживало и подавляло это религиозными необновленными умами. Ну, в конце концов, мы всего лишь старые грешники, спасенные по благодати. Мы просто недостойные никчемные червяки, ползающие в грязи. О, слава Богу! Ну, скажите мне, какая бы во всем этом была слава Богу? Учитывая то, что все это время вы уже были рождены свыше. Вы не старый грешник, спасенный по благодати. Вы были старым грешником, но вы спаслись по благодати. Вы пришли таким, каким были. Аллилуйя, но Он не оставил вас таким, каким вы были. Вы ушли оттуда новым творением. Аллилуйя. Берр Морган уже не тот человек, каким был тогда, когда отсидел более двадцати лет в тюрьме. Это другой человек. Совершенно другой человек. То же самое тело, но внутри он является другим человеком, понимаете? Внутри он совершенно другой человек. Но что должно было произойти? Вам нужно было тренировать и учить свое тело, и обновлять свой разум, чтобы они соответствовали новому человеку, новому творению, новому творению Божьему внутри вас. Вы должны почитать свой второй день рождения больше, чем первый. Все, что вы получили в свой первый день рождения, это тело. А во второй, да, вы стали как Иисус. Давайте откроем послание к Колоссянам. Первая глава. 9 стих. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном. Но нельзя же взять что-то старое, невозрождённое и наполнить его всякой премудростью и разумением духовным. Это невозможно. Для этого нужно иметь новое творение. Понимаете, о чём я говорю? Но вы можете взять это плохое и старое, пойти к Богу и просто сделать Иисуса Христа Господом в своей жизни. Он уже выполнил всю трудную часть этой работы. Аминь. И Дух Божий возродит этого внутреннего человека по подобию Божьему, по вере Божьей, по надежде Божьей, по любви Божьей, излившийся в сердца наши Духом святым, все дары Духа, все плоды Духа. Всё это здесь, потому что здесь находится сам Дух. Вы следите за ходом моей мысли? И когда вы наконец осознаёте, что внутри вас живёт Бог, когда вы начинаете говорить, «Тот, кто во мне, больше того, кто в мире, всё могу, и укрепляющий меня Иисусе Христе, я новое творение, слава Богу! Аллилуйя!» Что-то хорошее происходит внутри меня сейчас, вместо того, чтобы иметь греховное сознание. И Павел здесь говорит, «Чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца». Как раз в этом и заключается ключ к вашему ежедневному применению этой власти и обновлению своего разума в отношении того, кем вы являетесь во Христе Иисусе. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас», то есть Он уже нас призвал, Он уже сделал нас способными к этому. Можете подчеркнуть это слово «способными». Прочитайте это так. «Благодаря Бога и Отца, который сделал нас способными участвовать в наследии святых во свете, избавившего, уже избавившего нас от власти». Снова здесь стоит это слово «власть». «Избавившего нас от власти тьмы и введшего». Уже введшего или переведшего. Что значит перевести? «Взять из одного и поместить другое». Перевести с английского на испанский значит «взять это из английского и поместить в испанский». Введшего в царство в царство возлюбленного сына своего. Библия называет нас согражданами и своими Богу. Наши имена записаны в книге жизни Агнца. Там-то мы и находимся. Мы живем по небесным законам и правилам. Да, мы почитаем и соблюдаем законы этой страны, но мы не подвержены их депрессиям. Мы не подвержены их немощем. Мы не подвержены их болезням. Мы не подвержены их экономическим спадам. Мы не подвержены их нищете. Мы не подвержены их духовной смерти. Почему? Потому что мы были рождены заново. Но вам нужно взять власть над всем этим. Это не падает на вас как яблоко с дерева. Даже несмотря на то, что это уже ваше, что это куплено Богом, предопределено Богом, наполнено Богом. Однако на каком-то этапе вам придется взять власть и стоять на этом. Именно об этом и говорил Павел в 6 главе, сказав, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, одев на себя полное снаряжение, шлем, броню, пояс, обувь, держа в одной руке щит, а в другой меч, хорошо вооружившись. Но вам не будет от него никакой пользы, если вы не возьмете его, если вы не оденете его, не будете его использовать, не будете противостоять козням дьявольским, но я хочу, чтобы за меня это сделал Бог, но он не будет этого делать. Где был Бог, когда согрешил Адам? Где он был? Его там не было. Он дал человеку власть управлять всем этим, но в то же самое время человек имел такое же право на провал, как и на успех. У него была власть. У Иисуса было такое же право на провал, как и на успех, но благодарение Богу он не потерпел поражения. Благодарение Богу он устоял. Я так рад, что он устоял. Иначе бы уже ничего не осталось. Это был бы конец. Итак, мы были переведены из-под власти силы тьмы. Фактически, в тот день, когда Иисус воскрес из мертвых, человечество было навсегда освобождено от власти сатаны и требуется всего лишь одно решение и минута времени, чтобы выйти через ту дверь, и сатана уже будет не в силах вас остановить. Если бы он был таким уж крутым, каким пытается выглядеть, то он никогда бы не позволил вам родиться свыше. Он не стал бы ждать, пока вы родитесь свыше, чтобы потом прийти и пытаться вас в этом разубедить. Но весь ад вместе взятый был не в силах остановить ваше новое рождение, когда вы решили сделать Иисуса Господом в своей жизни. Даже если вы были в то время за решеткой, как Бэр Морган, даже если вы были в то время у себя в гостиной, как это было со мной, даже если вы были в то время на собрании, даже если вы были в то время в баре. Я знаю одного парня, который получил спасение, он играл в одной группе, я не имею ввиду Джесси, но то же самое случилось с Джесси. Но этот парень играл в одном старом Хонки-Тонки. Те из вас, кто живет в Европе, не знают, что такое Хонки-Тонк. Это техасская пивная. И он играл там в одной группе. И когда у них был перерыв, он пошел и сел за стойку бара. И вдруг то место наполнило светом. Бог ухватился за него, и он родился свыше, сидя там за стойкой бара. Как вы понимаете, в том баре была тьма бесов. Их там было полно. И не было ни одного проповедника. Там не было никакой праведности. Как же там произошло новое рождение, в то время, как все эти бесы пытались ему помешать? Они не могли ничего сделать. Вы шутите? У них нет над этим никакой власти. Мы были освобождены от их власти. Единственная власть, которая у сатаны есть, это та власть, которую вы сами ему даете. Идя вразрез с тем, что, как Бог сказал, принадлежит вам. Если вы встанете на Божьи обетования, если вы встанете и будете продолжать твердо на них стоять, то я вас уверяю, аду здесь не прорваться. Здесь у людей и возникает проблема. Они говорят, ну, я не знаю, я знаю таких-то и таких-то людей, которые стояли на Слове Божьем, хорошие люди ходили в церковь, где проповедовалось Слово людей с праведностью Божьей. Это не Бог здесь что-то упустил. Библия говорит, что Божий народ гибнет из-за недостатка знания. Я имею в виду, что мы можем объединить вместе все, что мы знаем, и все равно это будет немного. Мы так долго играли в церковь, что нам уже трудно отличить надуманное от реального и настоящего. Но мы учимся, и сегодня как раз тот день и час, когда мы к этому приходим. Слава Богу. Говорю вам, мы сейчас растем и движемся вперед, потому что мы знаем. Аминь. И мы скоро это покажем. Аллилуйя. Аминь. Хорошо. Теперь давайте обратимся к 10 главе послания к евреям. Я уже давно хотел до нее дойти. Я ее обожаю. Но сначала откроем вторую главу. А затем уже перейдем к 10 главе. Вторая глава, 9 стих. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающие слово освятить просто означает отделить для Бога. Ибо и освящающие и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями. братья у меня осталось буквально несколько секунд, но мне нужно дойти до десятой главы посланника вреем. Откройте ее как можно скорее. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящую жертву, бывши очищены однажды, не имели бы никакого сознания грехов или греховного сознания. Он очистил нас от грехов. Вы можете прочитать об этом здесь же в первой главе посланника вреем. Он собой очистил нас от грехов, когда пошел на крест. Он понес наши грехи. Он очистил нас от грехов. Его кровь находится в небесном и поклоняющиеся ему больше не должны иметь никакого греховного сознания. Вы не должны думать, как старый грешник, спасенный по благодати. Вы не должны думать о себе просто как о прощенном человеке. Вы должны думать, как имеющий власть, слава Богу. Я облачен во всеоружии Бога всемогущего. Мои ноги обуты в готовность проповедовать Евангелие мира. Дьявол, убирайся с моего пути. Никакой стоящий ниже меня бес люди, которые смотрят нашу передачу по интернету, смотрят ее по телевизору, на кассете или каким-то другим образом. Отец, мы просто просим тебя, прославляем тебя и благодарим тебя за то, что ты освобождаешь этих людей, исцеляешь этих людей, делаешь их свободными от страданий и тьмы этого старого мира, приводя их вместо света, освобождаешь их от болезней и власти дьявола и приводишь их к здоровью, свету и власти Бога. И мы прославляем тебя за это. Мы воздаем тебе хвалу, честь и славу и мы поклоняемся могущественному имени Иисуса. Мы прославляем и благословляем тебя. И сейчас, Отец, я прошу о том, чтобы каждого человека, присутствующего сегодня здесь или смотрящего эту передачу, чтобы каждого человека коснулось сила живого всемогущего Бога. Всякая немощь и болезнь вы должны преклонить здесь сегодня свои колени во имя Иисуса. Имя Иисуса превыше всякого имени и поэтому перед Его именем должно преклониться всякое колено. Я беру власть над всякой болезнью и всякой немощью. Во имя Иисуса преклоните свои колени перед именем Господа Иисуса Христа из Назарета. Руки прочь от Божьей собственности. Сейчас же мы приказываем вам, мы говорим вам, мы повелеваем вам, ну-ка остановитесь во имя Иисуса. Аллилуйя. Воздайте Господу хвалу. Слава Богу. Мы говорим о власти верующего. Каждая рожденная свыше чада Божьей имеет власть в имени Иисуса. Мы имеем власть переданную нам Богом и мы ответственны за эту власть. Мы имеем власть над нашей личной жизнью. Вы куплены дорогою ценой, но вам была дана власть над вашим телом и над вашим разумом. Вам была дана власть над тем, чем вы питаете свой дух, свою душу, свое тело. Вам была дана власть и вам нужно делать свой выбор, потому что у вас есть власть. Ваша воля не будет узурпироваться самим всемогущим Богом. И конечно же вы так же не можете узурпировать власть над волей кого-то другого. Я встречал людей, которые говорили, вот что я вам скажу, сейчас я изгоню из них бесов. Нет, если они только сами этого не захотят. Аминь. Вы не можете никого заставить спастись, но вы можете молиться, вы действительно можете остановить манипуляции дьявола кем-либо через ходатайство, через имя Иисуса. Но если они и дальше будут этого хотеть, наступит время, и возможно, они вам ничего такого не скажут, но наступит время, когда Дух Божий скажет, все, хватит. Но пока мне этого не скажут, что касается меня, то сам я не остановлюсь. Но у меня были ситуации, когда Господь говорил, все, больше не молись об этом. Я спрашивал «Ну почему?» «Почему?» На что он отвечал, «Потому что они сами не хотят освободиться. Вот почему. И я не буду больше на них давить. Я не хочу, чтобы ты тоже это делал». Такое случалось нечасто, но несколько раз так бывало. Тем не менее, нам дана определенная власть в отношении нашей собственной жизни, того, что нас окружает, наших финансов, взять, к примеру, семью. Отец с матерью до определенного момента имеет над детьми власть, но наступает момент и приходит время, когда этот ребенок уже не просто ваш ребенок, за которого вы отвечаете. С этого момента он выступает больше в роли вашего брата или сестры в Господе, нежели в роли вашего ребенка. Не оставайтесь мамочкой и не командуйте своим сыном, когда ему уже за сорок. Боже мой. Хотя мамам нравится это делать. Нет, девушки достойны моего мальчика. Да нет же, есть. Аминь. Но есть разница между любовью и обладанием. Обладанием, командованием и управлением жизнью другого человека. Когда вы не даете ему такого же права на провал, как и на успех. А ведь именно такое право Бог дал Адаму. Именно такое право Бог дал и вам. И именно такое право вы должны дать своим детям. Наступит такое время. Аминь. Итак, власть это чудесная, сильная, но зачастую неправильно понимаемая тема, раскрываемая в Слове Божьем. Я хочу уделить время тому, чтобы прочитать вам некоторые места Писания и позволить Слову Божьему нарисовать вам картину, которую я хочу, чтобы вы увидели. Это просто замечательно. Давайте еще раз вернемся к книге Бытия и напомним себе 26 стих. Здесь восьмой раз в первой главе Бытия Библия говорит «И сказал Бог». Итак, Бог не говорил, что Он собирался сделать, а затем творил. Его слова все и творили. Творение было результатом Его слов. Я хочу, чтобы вы кое на что обратили внимание в самом первом стихе. Нет, во втором стихе. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой». Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что Дух Святой носился над водой, но там ничего не было, пока Бог не сказал. И это произошло. Я слышал, как люди говорят, «Брат Коплант, я просто не понимаю, какая мне будет от этого польза, что я что-то скажу». Ну, во-первых, вы по подобию Божьему имеете право и власть что-то говорить, и ничего не произойдет, пока вы этого не сделаете. Кроме того, Иисус является первосвященником слов ваших уст, исходящих в вере. Он является первосвященником над словом Божьим в ваших устах, но еще внутри вас живет Святой Дух Божий. Это снова тот же самый процесс. Он является творцом, подобно наделенному властью полицейскому. Этот полицейский не является целым городом, он не является мэром, но он представляет целый город. Он представляет всю объединенную воедино власть и начальство этого города и законы, изданные в этом городе. И когда он говорит «Стой, вы должны остановиться». А если вы не остановитесь, то вам это дорого обойдется, потому что вы нарушаете закон, а он уполномочен обеспечивать его соблюдение. Аминь. Итак, когда Бог сказал «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют, управляют, господствуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И когда Бог это говорил, в 7 стихе 2 главы сказано «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой». Итак, Бог говорил, Он уже сделал из праха земного это физическое тело и проговорил в Него. Я хочу, чтобы вы вспомнили, как Иисус, говоря в Евангелии от Марка 4,14, «Сеятель слово сеет», назвал Слово Божье семенем Божьим. «Мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного от Слова Божьего, живого и пребывающего век». Когда Бог творил животных, когда Он творил небеса, когда Он творил планеты, когда Он творил все это, Он творил это тем же самым образом, и тот образ этих вещей, который был внутри Него, переносился в Его слова подобно тому, как вы, видя внутри себя какой-то образ или видение, видя что-то, вы не видите буквы и иероглифы, вы видите картинки и думаете картинками, и вы переносите образ этих картинок на экран разума другого человека с помощью слов. Когда я говорю «снег», вы не думаете «с-н-е-г». Вы думаете «холодное». То есть вы знаете что это такое, и вы не думаете словами, вы думаете картинками. Поэтому, когда Бог сказал то, что было в Нем еще до основания мира, и Писание говорит, что Он создал или сформировал все это. Он видел нас, Он принял нас, Он выбрал нас, Он пообещал и заключил для нас завет, дал нам свою мудрость, что Иисус был заклан еще до основания мира. Все это. И так внутри Него было определено, как это будет выглядеть, что это будет, кто это будет, как это будет, и так далее. И когда Он проговорил то, что было у Него внутри, та картинка, тот внутренний образ материзовался снаружи, и снаружи это выглядело так же, как и внутри. Знаете, откуда мы это знаем? Он сказал, это хорошо. Если бы получилось что-то другое, Он бы сказал, мне это не нравится, это не то, что я хотел. И Он не творил по принципу будь что будет. Аминь. Но когда Он творил человека, то Он Сам был Его образом. Он воспроизвел самого себя. Это был не просто образ внутри Него. Он сотворил человека по своему же Он говорил самого себя. Он вложил в Него свою праведность, Святость, свою веру, свою надежду, свою любовь, свою мудрость, свое знание. Он вложил в человека все, что у него было, включая свою власть над тем, что он сделал. Он заложил это в человека. Теперь вы начинаете это понимать? Теперь вы это понимаете? Хорошо. Давайте проследим это еще дальше. Семя производит породу maximum, по образу, который внутри Бога? Когда Бог сотворил Адама, он сам был его образом. Но затем Адам, согрешив, принял природу, дух своего отца, дьявола. Давайте обратимся ко второй главе послания к Ефесянам. Я хочу прочитать также Евангелие от Иоанна 8, 44. Давайте сначала посмотрим Евангелие от Иоанна 8, 44. Поскольку оно идет первым. Я думаю, что так будет лучше. Так будет более понятно. Заметьте, что сказал здесь Иисус. 43 стих. Нет, 42. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Теперь послание к эфесянам. Вам нужно помнить, что здесь Иисус обращался к самым религиозным людям того времени. Он не обращался к банде преступников и гангстеров. Они были духовными преступниками, но не знали этого. А вот послание к эфесянам 2.1. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, некогда, до того, как сделали Иисуса Господом в своей жизни, вот что значит некогда. Жили по обычаю или по образу жизни мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда. Теперь посмотрите на это. Посмотрите. По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. И были по природе чадами гнева, как и прочие. По природе. Природа человека в его духе, а не в плоти. Однажды один человек, глядя мне прямо в глаза, сказал, «У нас есть две природы». Я спросил, «Кто же мы? Святые шизофреники?» Он сказал, «Нет, в нас есть природа дьявола и природа Бога». Я ответил, «Извините меня, во мне нет природы дьявола». Ваша плоть не имеет никакой природы. Она обучается. Ваш разум нуждается в обновлении. Ваш разум не имеет природы. Он был обучен, а ваше тело было приучено. Природа находится в вашем духе, а ваш дух был рожден свыше. В него была вложена природа Бога. И вообще, если подумать, что у нас с вами не было природы дьявола. Точнее, была, но она досталась нам, уже побыв в употреблении. Внутри нас была природа Адама. Адам облегся в природу дьявола, потому что преклонил перед ним колени. И в его дух вошла и вселилась вечная смерть. Но ему понадобилось 930 лет, чтобы умереть. Он не знал как. Понимаете? Его разум не знал как. Его тело не знало как. Сатане потребовалось почти тысячелетия, чтобы научить его умирать. Вы понимаете, что к тому времени, как появился Авраам, между Авраамом и Адамом сменилось всего четыре поколения. Хотя прошло так много лет. Они там жили чуть ли не по тысяче лет. Они, наверное, что-то знали. Они все еще контактировали и имели очень близкие личные взаимоотношения с теми, кто был с самого начала. Понимаете? Важно это понимать. Когда мы родились свыше, я хочу, чтобы мы сейчас это разобрали. Давайте посмотрим первую главу послания к евреям. Вы следите за мной? Каждый человек. Точнее, ни один человек среди всех людей. Ни один человек не является суверенным и независимым. У каждого существа, рожденного на этой земле, есть духовный господин. Нет такого понятия, как ваши мысли. Ну, Бог сам по себе, дьявол сам по себе, а я сам по себе. Нет-нет. Вы стоите либо под одним, либо под другим. Вы не живете сами по себе. О, еще никому такая мысль в голову не приходила. Ну да, конечно. Оригинальная мысль. Она крутилась в головах сотен тысяч миллионов, миллиардов людей. Сколько их там всего было? То есть у вас не может быть оригинальной мысли. Забудьте об этом. Каждый человек был сотворен иметь над собой духовного господина. Если вы не выберете своего господа, тогда дьявол выберет вас. Когда вы делаете Иисуса Господом в своей жизни, дьявол ничего не может с этим поделать. Но Библия говорит, да оставит нечестивые помыслы или мысли свои. Другими словами, изменит их. Я немного забегаю вперед. Я хочу, чтобы вы кое-что здесь увидели. Смотрите. Первая глава послания к евреям. Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне, которого поставил наследником, которого поставил наследником, которого поставил наследником всего. Вы помните восьмую главу послания к римлянам? Мы сонаследники со Христом Иисусом. Если наследники, то сонаследники. Если наследники, то сыны. Если сыны, то наследники. Обо всем этом и говорится в восьмой главе послания к римлянам. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Слава Богу. И мы являемся детьми Божьими, наследниками Божьими, сонаследниками Христу. Итак, Библия действительно имеет в виду то, что она говорит, или нет? Да, так и есть, не так ли? Пора уже и нам начать иметь в виду то, что она говорит. И он поставил его, Иисуса, наследником всего. Всего. Помните, что сказано в восьмом псалме? Что есть человек, что ты посещаешь его? Что ты поставил его владыкою над всеми делами рук твоих? Аллилуйя. Сложил все это к его ногам. Итак. Через которого и веки сотворил. Сей, имеется в виду через Иисуса. И вам нужно понять, что здесь говорится о воскресшем Иисусе. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его. Кого его? Бога. Бог многократно и многообразно. И дальше. Поставил Иисуса наследником всего. Сей, будучи сиянием славы Божьей, и образ ипостаси Бога, и держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. И мы уже читали места Писания, в которых говорится, превыше всякого начальства и всякой власти, и всякого господства и всякого имени. Иисус сказал, да на мне всякая власть на небе и на земле. И он является образом ипостаси Бога. Подождите минутку. Я думал, что Адам был образом Бога. Да, был. А Иисус назван последним Адамом, который также был сделан грехом за нас. Но когда Он воскрес из мертвых, то стал пересотворенным Господом славы. Аллилуйя. Библия говорит в 6 главе послания к римлянам, как Христос воскрес из мертвых. Аллилуйя. Аминь. Я к чему-то подхожу. Я к чему-то все это подвожу. Оставайтесь со мной. Итак, Он является образом ипостаси, или выражением образа Бога. Помните, Он сказал, видевший Меня, видел Отца. Итак, Он является выражением образа. Скажите, образа. Выражением образа Бога. Теперь второе послание к коринфянам 4.4. Один парень сказал мне сегодня, что, слыша то, о чем мы здесь говорим, ему просто хочется вскочить и бегать по всему залу. Слава Богу. Но это еще что, Стэн, посмотрим, что ты скажешь на это. Возможно, скоро придется вынести отсюда кое-какую мебель. Второе послание к коринфянам 4.4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, то есть дьявол, получивший этот от Адама, ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Хорошо, послание к колосянам 1 глава. Брат Хейгин называет это охотой с жуками. Он говорит, вы когда-нибудь в детстве охотились за жуками? Заглядывая под каждый листик, под каждый камень. Именно это мы сейчас и делаем. Послание к колосянам 1 глава 15 стих. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Что такое тварь или творение? Творение – это то, что было сотворено. Творение – это то, что было сотворено. Мы сотворены. Мы были пересотворены во Христе Иисусе. Теперь в эти оставшиеся пару секунд, все вместе восклицая, давайте посмотрим послание к римлянам. Слава Богу! Нужно успеть сделать это на этой передаче. Я должен прочитать все эти места описания. Послание к римлянам 8, 29. «Ибо кого Он предузнал, то есть еще до основания мира, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Мы снова вернулись в образ Божий! Аллилуйя! Мы снова там, где и должны быть! Мы вернулись! Слава Богу! Идемский сад снова принадлежит нам! Помолчи, Тим, я должен прочитать еще одно местописание. Показывают мне, что уже все. Но я еще не все. Первое послание Иоанна 4, 15. Быстренько откройте его, слава Богу, пока меня не отключили и не вставили какие-нибудь объявления. Первое послание Иоанна 4, 15. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь для того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. Не на небе, а в мире сём. Не на небе, в мире сём. В заключении прошлой передачи мы говорили об образе Бога. Адам был сотворён Богом, Словом Божьим. Бог сотворил его по своему образу. Затем Адам согрешил и облёкся в образ своего нового отца, дьявола. Он сделал сатану Господом в своей жизни. Иисус, обращаясь к самым религиозным людям своего времени, сказал, «Ваш отец – дьявол». То есть, этим Он сказал, «Вы думаете, как Он, вы убиваете, как Он, вы прелюбодействуете, как Он». Если вы прочитаете дальше, то Он просто сказал, «Вы бы и меня убили, если бы могли», что они в конце концов и сделали. А в послании Кефисиана мы увидели, что Адам и, следовательно, все мы некогда имели внутри себя природу смерти. Именно поэтому вы читаете в Библии о принятии вечной жизни. То есть, здесь речь идёт о принятии Зоэ, Божьей. На русский это переведено как «вечная жизнь», что и близко не раскрывает всего смысла данного слова. По-русски нужно долго и долго объяснять, чтобы передать смысл того, что можно сказать одним греческим словом. В русском языке нет эквивалента данному слову. Это греческое слово «зоэ», «зоэ», и оно буквально означает ту часть Бога, которая делает Бога Богом. Вот почему иногда это трудно выразить словами. Это жизнь Бога. Иисус сказал, «Я пришёл для того, чтобы имели зоэ», и имели с избытком. Имели с избытком жизнь Бога. Всё, чем Бог является. Всё, чего Бог хочет. Всё, чего Бог желает. Святость Божью. Праведность Божью. Образ Бога. Если подумать, что праведность и есть образ Бога, это то, чем Бог и является, не так ли? Он прав. Аминь. Итак, Его праведность, как дар, была вложена в наш дух. И согласно 10 стиху 2 главы послания к Ефесянам, мы являемся Его творением, созданными во Христе Иисусе. Слава Богу. Аллилуйя. На добрые дела. На какие дела? Библия говорит в послании к евреям, что Его дела были совершены ещё до основания мира. Это план, который Бог разработал для нашего огромного богатства и здоровья, благополучия и творчества. Словом, чтобы мы были как Бог. Не просто напоминали Его, но были по Его образу. И Бог запланировал всё это ещё до основания мира. Иисус пришёл, чтобы вернуть нас обратно в этот план, который Бог разработал ещё до того, как всё это сотворил. И именно здесь мы сейчас и находимся. Аминь. Давайте вернёмся к 5 главе 1 послания Иоанна, на которой мы вчера остановились. Нет, извините, это к 4 главе. 1 послание Иоанна 4,15. И сегодня у меня будет время прочитать это немного медленнее, чем вчера. Тим там показывал мне, сколько у нас остаётся минут, и они летели очень быстро. Но Бог сказал мне, сделай это. Поэтому я должен был это сделать. 15 стих. Кто? Это включает и меня, и вас. Верно? Слава Богу. Я рад, что здесь не сказано «избранные». Немногие избранные, знаете, только вот такие и розетки. Нет, 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 нет. Слава Богу. Любой, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. И Он в Боге. И мы познали любовь и уверовали в нее. Именно на этом люди и застревают. Именно к этому вам и нужно прийти, чтобы начать ходить и принимать. Ходить и принимать ту власть, которую Бог передал в вашу жизнь. Должно произойти обновление разума. Должно прийти время, когда вы начнете менять свои мысли о самом себе и о том, как думает о вас Бог. Ну, я просто знаю, что Бог мной недоволен. Тогда Он недоволен и собой. Да, возможно, вы что-то путаете и совершаете ошибки и так далее и тому подобное, но Он готов вам помочь. Он не недоволен вами. Он понимает, каково приходится здесь, на этой земле. Он сам здесь жил. И Он возвращается. Аминь. Обратите внимание. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Определитесь с этим. Определитесь с этим прямо сейчас. Бог пребывает во мне. Он любит меня, и Он пребывает во мне. И когда вы пребываете в этом и совершенствуете это в своей жизни, то это изгоняет страх. Дальше как раз об этом и говорится. Именно этот стих я и хочу, чтобы вы поняли. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Итак, Иоанн сказал, что если вы делаете Иисуса Господом в своей жизни, тогда Бог пребывает в вас, и вы пребываете в Боге. Но здесь он сказал это по-другому. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Это не просто пребывание в любви по отношению к тем, кто вас окружает. Это повеление от Бога, так что это необходимо. Это не предложение и не совет. Вам было велено любить других. Нравится вам это или нет, понимаете? Чтобы быть послушными, вам придется жить и поступать в любви. И не важно, как они с вами поступают. Не важно, какие гадости они о вас говорят. Какой-то фанатик приходит к вам и говорит, что вы ужасные, отвратительные, мерзкие и бестолковые. И что, это правда? Конечно, нет. Так а за чего вы тогда расстраиваетесь? Пусть вас это не беспокоит. Просто не принимайте это. О Боге говорили кое-что и похуже. Но его это нисколько не изменило. Но ведь это же Бог. Ну и... Аминь. Понимаете, вам нужно начать думать таким образом. У вас должны быть те же чувствования, написал апостол Павел в церковь Филиппах, какие и во Христе Иисусе, который не почитал хищением быть равным Богу. Здесь говорится о том, что Иисус не считал, что обворовывает Бога, говоря, «Я, видевший меня, видел Отца». Аминь. Аллилуйя. Поэтому я не считаю, что обкрадываю Иисуса, называя себя Его сонаследником, потому что это не я так себя назвал, а Он. Я с Ним в согласии. И дальше. Иоанн здесь говорит, «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Я бы здесь поставил слово «теперь», «сейчас», потому что его вполне можно было бы использовать в расширенном переводе данного стиха с греческого текста. И это было бы абсолютно правильным переводом, поскольку именно это здесь имеется в виду. Как Он теперь? А как Он теперь? Он сидит по правой руке Отца. Он Господь господствующих. «И царь царей». Аминь. Он скоро грядёт. Как Он теперь? Он ожидает, когда Его враги будут положены в подножие Его ног. Как Он теперь? Он целиком и полностью посвящён завоеванию душ и выполнению той работы, которую Ему, как главе церкви, поручил Его Отец. Как Он теперь? Он в славе? Он в нищете? Нет. Есть ли у Него проблемы с грехом? Нет. Аминь. Воссел ли Он, имея власть над дьяволом? Да, аминь. Он победил его. Как Он теперь? Так и мы. Не тогда, когда умрём и пойдём на небо. Так и мы в мире сём. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Теперь вернёмся ко второй главе и посмотрим на пятый стих. «А кто соблюдает Слово Его?» В том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаём, что мы в нём. И Он сказал, «Совершенная любовь изгоняет страх». То есть она полностью удалит его из вашей жизни. Вы абсолютно не будете бояться пойти, связать дьявола и вышвырнуть его вон. Вы совершенно не будете его бояться, если вы поставите Слово Божие на первое место в своей жизни. Второе послание Коринфянам, третья глава. Давайте прочитаем, начиная с 17-го стиха. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу». Здесь говорится о Слове Божьем. «На славу Господню мы все преображаемся. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, мы все преображаемся в тот же образ от славы в славу». Слово Божье является зеркальным отражением образа Иисуса. Он является образом ипостаси Бога. Мы узнали об этом из первого главы послания к евреям. Отсюда, из второго послания к Коринфянам, мы узнали, что он является образом всемогущего Бога. И мы узнали из восьмой главы послания к римлянам, что мы были предопределены еще до основания мира быть подобными образу возлюбленного Сына Божьего, возвращаясь в наше место в Эдемском саду, что и предусматривалось первоначальным планом Божиим, который он никогда не менял. Для чего мы и родились выше? Мы не родились выше во что-то такое же плохое или еще более худшее по сравнению с тем, в чем мы были раньше. Нет-нет. Мы были рождены свыше, обратно, в образ Божий. Дух Божий в вас, образ Божий. Вы являетесь самим образом Божьим. Вы были сделаны Его праведностью. Вы были сделаны Его святостью. Она внутри вас. Если вы научитесь подключаться к своему духовному человеку, смотреть в Слово Божье, и сделаете Слово Божье высшим авторитетом в своей жизни, здесь говорится, что «я праведность Божья», значит, «ею я и являюсь». Здесь говорится, что «я по образу Христа Иисуса», значит, так оно и есть. Здесь говорится, что «я сонаследник с Ним», значит, так оно и есть. И с этих пор я так и буду себя называть. О, брат Коплан, даже я не знаю, смогу ли я когда-либо это сделать. Что ж, тогда пойдите, встаньте перед зеркалом, возьмите в руку Библию и держите ее, подняв вверх. И смотря на нее до тех пор, пока у вас не хватит духу в это поверить. Вы не верите в это только лишь потому, что религия промывала вам мозги, и вы боитесь. А что подумают люди? Мне все равно, что они подумают. Мне было все равно, что они думали, когда я жил для дьявола. И уж, конечно, мне все равно, что они думают сейчас. Но мне далеко не все равно, что думает Иисус. И если кто-то на работе говорит мне, чтобы я больше не приносил на работу свою Библию, или что мне нельзя молиться в Белом доме, убирайтесь из города. Это вы будете запрещать мне молиться? Я буду молиться, где захочу. Я молился, где хотел, в России. И уж, конечно, буду молиться, где захочу, здесь, в Соединенных Штатах, и в любой другой стране мира. Я молился в таких местах, о которых даже не собираюсь вам рассказывать. Потому что еще не пришло время об этом рассказывать. Некоторые из них очень засекречены. Но я уже сказал, что ничего вам об этом не расскажу. Я расскажу вам, когда придет время. Аминь. Я расскажу. Аминь. Итак, обратитесь к Слову Божьему и найдите этот образ. Позвольте мне закончить то, о чем я говорил. Позвольте мне сначала разобраться с этим. Давайте вернемся к 17 и 18 стихам 3 главы 2 послания к Коринфянам. Я уже перелистнул свою Библию. Вот это здорово. Но это не то, что я хотел прочитать. Хорошо, прочитаем 4 главу. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, служение преображения от славы в славу, как от Господня Духа, или Духом Господнем мы изменяемся в тот образ Иисуса, который является образом Бога, в чем и состоял его первоначальный план. А если вы по его образу, тогда вы будете ходить в его власти, потому что именно его власть и сотворила Адама по его образу. И он посадил Иисуса по правую руку Бога. Это власть. Правая рука, особенно в древнееврейском языке и культуре, правая рука Бога означает власть Бога. Вы знаете такого-то и такого-то? Да. Так вот скажу вам, что он является правой рукой брата такого-то и такого-то. Он обладает властью, стоя под этим человеком. Понимаете? Он поставил его в власти и сделал его главой церкви, и все покорил под ноги его. Итак, и голова, и тело имеют одну и ту же власть. Когда я сегодня сюда пришел, моя голова не обладала одной властью, а мое тело другой. Нет, мои ноги имеют ту же самую власть, что и моя голова. Моя голова не может никуда пойти без моих ног, а мои ноги не могут никуда пойти без моей головы. Отрубите себе голову и посмотрите, как далеко вы сможете уйти. Поэтому как Иисус, так и Его помазание не работает на этой земле без Его тела. Слава Богу. Вы понимаете это? Итак, здесь сказано, что мы имеем это служение, и что мы, отвергнувшись скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божьего, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, помазанного и Его помазания, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не Себя проповедуем, но помазанного Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила Божья была приписанного Богу, а не нам. Глиняным сосудом является это тело, внутри которого мы носим славу, образ Божий, власть Божью, право и власть использовать имя Иисуса. А когда у вас есть доверенность на полное использование всех прав и власти чего-либо имени, тогда вы имеете все права и власть этого человека. В книге Деяния описано, как через апостолов Петра и Иоанна, проходивших мимо красных дверей храма, был исцелен сидевший там хромой человек. И он стал прыгать, бегать и кричать. И люди увидели, что это был тот, который сидел у красных дверей. И они исполнились ужаса и изумления. И тогда Петр встал и начал проповедовать, говоря, «Неужели вы думаете, что это мы своей силой или своей святостью сделали так, что этот человек начал ходить?» Вы можете брать этот стих Писания и прогонять им каждого мелкого религиозного беса из своей комнаты. Это произошло не потому, что он был Петром. Это произошло не потому, что он был апостолом. Это произошло не потому, что он лично знал Иисуса, путешествовал, сидел и ел с ним за одним столом. Петр сказал, почему это произошло. В 16 стихе он сказал, что это вера в имя Иисуса укрепила этого человека. Прочитайте об этом сами. Слава Богу, в книге Деяний. Он сказал, вера во имя Его. Итак, мы пришли к тому, что для того, чтобы ходить в этом образе, откройте 10 главу 2 послания Коринфянам. Наконец-то я до нее дошел. 2 послание Коринфянам 10.3 «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». В 6 главе послания к Ефесянам сказано, что наша брань не против крови и плоти, но что нам нужно облечься во всеоружии чье? Божье! Так что вы не носите его незаконно. Оно вам в самый раз, независимо от того, нравится вам это или нет. Но даже если вам кажется, что вы слишком маленький, чтобы его носить, все равно одевайте его. Дьяволу не видно, кто в него облачен. Он знает только то, что это Бог, что это Божьи боевые доспехи. Опустите забралы и молчите. Вытащите меч и постучите им перед ним. И все, он убежит. О да, апостол Лаков сказал, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». А от меня он не убежал. Но здесь сказано, «Противостаньте ему, и он убежит от вас». Может, вы просто ему не противостали? «Кажу вам, я молился, и молился, и молился». Но в этом нет никакого противостояния дьяволу. Одна женщина подошла к моему другу и сказала, «Все то, что вы проповедуете о власти, не работает». Он спросил, «Неужели?» «Да, не работает». «Это почему же?» «Ну, мой муж попробовал так сделать, а тот парень набросился на него и чуть его не убил». Мой друг спросил, «Что же он сделал?» «Ну, он сказал, «В имени Иисуса есть власть». Что ж, сказанное им было правдой, не так ли? Но с таким же успехом он мог бы сказать, «Небо голубое, трава зеленая». Это тоже правда. Но здесь нет противостояния. Другой не является угрозой. Это все равно, что грабитель выбегает из банка с пистолетом в одной руке и с мешком денег в другой. А поджидающего на улице полицейский говорит, «В этом пистолете и патроны». Тот отвечает, «Подумаешь?» Бах, и убегает. Одно знание того, что там есть патроны, ничего не даст. Одно знание того, что Иисус Господь, ничего не даст. Одно знание того, что Его кровь, это Его кровь, ничего не даст. Одно знание того, что есть завет, ничего не даст. Но вот когда вы занимаете свое место в крови Иисуса Когда вы занимаете свое место в имени Иисуса Когда вы занимаете свое место в слове живого Бога В Новом Завете, говоря Я был сделан праведностью Божией Я хожу в этом Завете В этом пистолете не просто патроны И вот вы достаете пистолет, взводите курок Направляете ему в лицо и говорите Видел? Все сразу меняется Все сразу меняется Это уже угроза Это уже противостояние И Библия говорит, что он убежит. Вы следите за ходом моей мысли? А мечом духовным является Слово Божье. И наша брань не против плоти. Мы не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные. Слово переведено здесь как «сильные» означает «способные выполнить все возможное и невозможное». «Сильные Богом на разрушение твердынь». И вот оно. «Ими не спровергаем замыслы». Замыслы или образы. Слово «замысел» происходит от слова «замышлять» или «создавать имидж». То есть образ. Это ваш имиджмейкер. Вы следите за ходом моей мысли? Это было дано Богом. Через порнографию, представление этого мира и все остальное, это было искажено. Но от этого оно нисколько не потеряло силу. Заметьте, что здесь сказано. Не спровергать неправильный образ. Если это не похоже на Бога, значит, это не вы. Ну, знаете, у вас это никогда не получится. Кем бы вы себя ни считали. Дьявол не будет обращать на вас никакого внимания. На вас бы это подействовало, будь вы Богом? Нет. Тогда не позволяйте этому воздействовать на вас. Не спровергайте этот замысел и говорите «Во Христе Иисусе мы больше, чем победители». Вы когда-нибудь пробовали расплатиться в магазине по кредитной карточке, не будучи до конца уверенными в том, что у вас на ней лежит достаточная сумма денег? И вот вы стоите там и дрожите, потому что не знаете. Надеюсь, на ней остались еще деньги. Конечно, вы улыбаетесь и рассматриваете товары на прилавке. А сами покрываетесь испариной. Вы не знаете наверняка. Вы не очень-то уверены, правда? И продавщица возвращается и спрашивает. У вас нет другой кредитной карточки? И вы отвечаете. Что? Попробуйте теперь применить власть. Вся ваша напыщенность вам не поможет, потому что компьютер ей уже сказал, что на вашей карточке нет денег. Именно это и происходит. Когда вы начинаете ходить в твердыни к дьяволу, и уже не знаете, где ваша Библия, шлем спасения вот-вот свалится у вас с головы, и вы даже не помните, где лежит ваша броня. Но вы приходите в церковь и говорите, «О, да, я такой, спасибо, Иисус, чудесно, прекрасно, слава, слава, слава». Пойдите домой и оденьте свое всеоружие. И тогда придет время, слава Богу, когда у вас не будет никаких долгов, когда все счета будут оплачены, и вы без всяких проблем сможете рассчитываться по своей кредитной карточке. Вы будете абсолютно уверены в том, что ей примут. Вы приходите к тому, что создаете этот образ того, что Бог в вас и вы в Боге. И Он любит вас, и вы любите Бога. И вы ходите в этом, и вы ходите на такой уровень, когда эта любовь изгоняет страх, и вы ничего не боитесь. И вы просто оборачиваетесь, смотрите на дьявола, и он говорит, «Он меня заметил», и убегает. Бог разработал путь того, как вы, я или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. Послушайте, я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэме, на Орле Робертсе, или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых Ты призываешь и которым Ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса я молюсь об их благословениях. Я молюсь об их небесной и земной награде за то, что они делают. Во имя Иисуса, чтобы помочь нам делать то, что делаем мы, жертвуя Тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом. И действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. И если вы хотите получить наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам. До встречи. А пока помните, что Иисус Господь.